Министр труда и соцзащиты Топилин посетовал накануне, что в стране падает уровень рождаемости. Причем не просто падает, а падает катастрофически. Уже сегодня разница между естественным приростом и ублью населения минус 200-250 тысяч человек в год. И что с этим делать никто не знает, не хотят молодые люди рожать. Если так пойдет и дальше, подытожил чиновник, то уже в ближайшие 5-8 лет численность россиян начнет сокращаться со скоростью до миллиона человек ежегодно. Начинаем! Вообще, если в правительстве об этом заговорили и не стесняются, значит ситуация действительно аховая. Хотя чего удивляться? Мы уже настолько доподнимались с колен, что люди себя-то прокормить не в состоянии. О каких детях может идти речь? 22 миллиона работающих граждан находятся за чертой бедности. Около 5 миллионов человек безработные. И это только официальная статистика. Молодые семьи в возрасте до 40 лет разваливаются по причине безденежья, особенно в крупных городах. Такого количества одиноких людей, как сейчас, страна не помнит, наверное, с послевоенных лет. Главный, впрочем, пообещал недавно, будем стимулировать рождаемость. Начнем платить за каждого первенца по 10 тысяч рублей ежемесячно. Правда, откуда возьмутся деньги, на это пока никто не понимает. Поговаривают, что это станет головной болью регионов, которые без того в долгах, как в шелках. Поэтому мечтать о прорыве в данном случае я бы не стал. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Вот. К тому же государство наше и так постоянно позорится на почве поддержки Института материнства и детства. Помните, пару выпусков назад рассказывал о победителях всероссийского конкурса «Семья года» многодетной чете Щукиных из Коми. Ну да, это те, кому за победу целый литровый термос вручили. Журналисты эту историю подняли на смех, и чинуши решили исправиться, одарив несчастных путевкой на курорт. А знаете, почему несчастных? А потому что Щукиным теперь надо за тот подарок еще доплатить 200 тыр. Слушайте, вот это как раз случай, когда организаторы конкурса лучше бы пережили позор, зато один раз. Но они предпочли опарафиниться на бис, ладно. Это реальная журналистика, и сегодня опять о прекрасном. Поехали. Хорошая новость. Правоохранители задержали во вторник экс-главу Нижнего Новгорода, а ныне заместителя председателя Нижегородского Заксобрания Олега Сорокина. Слугу народа обвиняют в получении взятки в один миллион долларов во времена его мэрства. И в общем, Новый год господин Сорокин встретит, видимо, не совсем торжественно. Как вы относитесь к взяткам? Хороший вопрос. Взятки, как нам рассказывают правоохранительные органы, очень трудно доказываются. Не можем доказать. Да ну и не надо. Вообще о Сорокине я уже рассказывал в одном из своих прошлых выпусков, но напомню. Это не просто чиновник и политик, это один из богатейших людей в стране. В свое время создал крупнейшую строительную компанию в Нижнем и очень быстро добился успеха. Но по-настоящему империя бизнесмена расцвела, когда Олег Валентинович занял мэрское кресло. Впрочем, на тот момент предприятием руководил уже не он по документам, а его дорожайшая половина – женщина с красивым именем Элада. Ее нижегородцы тоже знают, да и в московских элитных кругах госпожа Сорокина-Нагорная – барышня известная, хотя бы потому, что входит в десятку Форбс самых богатых женщин России. Конечно, если я сейчас не собираюсь говорить, что муж каким-то образом способствовал головокружительным успехам любимой, наверняка она и сама по себе талантлива, но удача, что удивительно, всегда следовала за ней буквально по пятам и все время без сбоев. Самые жирные куски доставались фирме Нагорной. Тендеры по бюджетному участию в проектах тоже выигрывала она, и все бы, наверное, ничего, однако в какой-то момент житие мэрской четы на широкую ногу начало уже в глаза бросаться, и не только простым смертным, но и великим людям. Никогда еще бюджеты в Нижнем Новгороде не были, да я думаю, и не будут принять и простыми, всегда на что-то будет не хватать. Конец августа. Аэропорт Стрегино. К вылету готовится частный бизнес-джет по маршруту Нижний Новгород-Ницца. Вот маршрутная декларация. В списке 12 пассажиров. Среди них глава города Олег Сорокин. Его жена, дети, депутаты и чиновники. Борт арендован у иностранной компании «Джет Нидерландс». Номер рейса указан по номеру воздушного судна. Оказывается, Олег Сорокин регулярно летает во Францию на свою дачу, которую он прикупил на Лазурном берегу. Знаете, о чем часто задумываюсь? У нас ведь во все времена были подпольные миллионеры, даже в советские. Всегда были чиновники-взяточники. Коррупцию не вчера придумали. Но вот такого, чтобы на показ выставлять свои, мягко скажем, излишки денежные, это, мне кажется, только недавно началось. Я имею в виду, чтобы вот настолько бесцеремонно, и ведь не стесняются люди, что ни жена какого-нибудь маломальски заметного слуги народа, так в список Форбс прям пищит да лезет. Одна на частном самолете собачек за границу возит, другая картошку выращивает в нищем регионе, где муж трудится губернатором, да так хорошо выращивает, что ее личный доход практически сопоставим с бюджетом областного центра. Еще вот одна успешно застраивает город, которым муж-бюджетник правит. Понятно, что это уже бесить людей начинает, особенно когда люди то и дело слышат от этих чинуш, надо потуже затянуть пояса теперь, видимо, на шее. А у самих эти пояса такого размера, что ими впору землю вокруг опоясать. Продолжаем. Ну и вновь не могу не вспомнить о музыкальном шедевре года победители всех хит-парадов синглей «Дядя Вова, мы с тобой». Я бы рад о нем забыть, вот только Лизаблюд... Ой, простите, патриоты не дают. Для начала спешу сообщить, в Калининграде школьников заставляют учить слова этой великолепной песни. Родители возмущены, но в СМИ об этом ни слова. Сейчас вот еще одна новость прилетела. На этот раз Инзгия из Геленджика. Тамошние ответственные работники пошли дальше и сняли свой вариант «Дяди Вовы». Причем не просто сняли и выложили в интернет, как в Волгограде. У профессионалов кино заказали и катают теперь его в эфире местного ТВ. Хочу как Путину быть серьезным и справедливым быть хочу. С улыбкой, добрым, взглядом, грозным в хоккей играть, как он хочу. Я делаю с утра заятку, я кашу ем. В чем мой секрет? Все расскажу вам по порядку. Хочу я быть как президент. Люблю животных я, как Путин. Собак, тигрят и медведей. Но до сих пор не понимаю, как приручил он журавлей. А мы с подружкой так решили, что когда вырастем вдвоем, то влюбимся в таких, как Путин. И будет все у нас путем. Вот вы знаете, если б какой-нибудь сторонник Навального то же самое сделал, любого другого оппозиционера, неважно, я думаю, этого человека по судам бы затаскали. Пропаганда б ему кости перемывала месяц не меньше. Ах он такой, ах он сякой. Помню даже определение такое политтехнологи кремлевские в массы вбросили. Политическое педофилие. А тут... Знаете, есть такое размытое понятие порнографии. В нашей стране, кстати, его законодательного определения нет. Впрочем, это не мешает Роскомнадзору банить разного рода интернет-сайты направо и налево. Но есть общемировое понимание того, что безоговорочно считается порнухой. И мы тоже под этим подписались. Такая порнуха под запретом во всем мире. А один из пунктов там секс с детьми. Почему? Да потому что дети не могут отвечать за свои поступки. А тогда вот это вот что? Вот эти вот салабоны, они правда понимают, в какие игры с ними играют взрослые? Правда понимают, что они несут? Ладно, напоследок хочу еще немного скреп вам подкинуть. Прислали из Московской области города Шатуры, где каждое утро возле крупнейшего гипермаркета выстраивается очередь из местных. Догадались зачем? Ой, ребята-демократы, когда же все это закончится-то, а? Одни взятки миллионами берут и на частных самолетах на даче летают, а другие по помойкам шарят. Ни те, ни другие уже давно не стесняются. Зато вокруг стабильности впереди ее еще шесть лет. На этой оптимистичной ноте буду заканчивать. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее сверху. Интересного еще много. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем и обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok